На реконструкции моста, что соединяет микрорайон Сорокина и остальной Заринск, одновременно задействовано 30 человек. А тысячи местных жителей контролируют. Мост, гаража нам необходим. На месте работ уже бывал министр транспорта края. Теперь приехал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он обсудил детали с главой города, подрядчиком и представителем проверяющей организации. А все-таки с этим пролетом что произошло? Ну, вон разорван. Металлические фермы лопнули. Один пролет стал проблемой, а после и причиной закрытия моста. Конструкция не была рассчитана на большегрузную технику, но некоторым грузовикам закон нипочем. Теперь подрядчик снимает верхнее покрытие и демонтирует пролеты. Организация из Новосибирска «Союздорстрой» в ноябре затянула с началом работ. Мы рассказывали об этом сейчас. Сейчас представитель подрядчика говорит даже о возможном опережении сроков. Но на пути к перевыполнению плана лежит преграда. Нужно успеть выполнить важную часть задуманного до начала паводка, преодолев все сложности. Основные сложности – это, конечно, аварийный пролет, который нам надо демонтировать. Сейчас как раз возводится временная опора, чтобы снять нагрузку с него, предотвратить разрушение дальнейшее. Тоже вот одни из сложностей – это сжатые сроки в этом вопросе. Грубо говоря, осталось тут у нас по-хорошему два месяца. Февраль-март. В апреле уже пойдет паводок. Вот за два месяца нам надо успеть демонтировать 15 баллов, то есть три пролета. Подрядчик гонится со сроками. Администрация Заринска специально наняла независимую организацию из Томска, которая будет оценивать качество. Работа наша заключается в полном контроле, начиная от материалов, входящих на строительную площадку. Также мы контролируем весь процесс строительства согласно нормативной документации и проектной документации. Также осуществляем полный контроль исполнительной документации. То есть все бумаги, журналы и прочее мы полностью контролируем весь процесс. То есть без контроля томичей новосибирцам Алтайский мост не сдать. Да и жители Заринска за ходом работ следят внимательно. Конечно важно, чтобы эти сроки соблюдались и более того, этот мост находится по сути у всех на обозрении и каждый житель Заринска может наблюдать за этим строительством. И если, не дай боже, сроки соответственно будут срываться или работа остановится, безусловно, можно будет обратиться и непосредственно в администрацию, и ко мне лично, и конечно же написать в соцсети. Чтобы не ходить по тонкому льду, подрядчику придется успеть до апреля. А дальше летние работы и официальный срок сдачи в эксплуатацию. Конец сентября. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует.